добрый день друзья я владимир васильев я снова рад вас приветствовать на своем канале ну и речь сегодня пойдет о самолете который он долго был компромиссом очень долго говорили о нем плохо очень многие о нем говорят хорошо это самолет который внес инновацию вообще ну скажем в последние наверное десятилетия в этот консервативный рынок general aviation он один из первых самолетов который стал оснащаться глаз кокпитом это первый цельнокомпозитный самолет но один из первых цельнокомпозитных сертифицированных самолетов это первый самолет general aviation сертифицированный который оснащен системой спасения ну очень долго просили снять сюжет встречайте cyrus sr-22 фирма cyrus на самом деле она достаточно новая по авиационным меркам то есть впервые вообще как бы она появилась и они как бы заявилась на рынке еще в конце 80-х начала 90-х годов тогда появился экспериментальный самолет он по назывался vk 30 очень интересный композитный самолет сам по себе потому что он был однодвигательный поршневой и у него стоял винт на самом кончике хвоста то есть он был с толкающим винтом совершенно немножко их было выпущено он как бы так оказался достаточно сложный самолет и не сильно он зашел в рынок но компания cyrus в первую очередь я скажу так что помимо действительно как бы это не говорили хорошего самолета отличного самолета неправильно выразился отличного самолета компания cyrus это наверное ну самый гениальный самый успешный маркетинговый проект в general aviation то есть ребята оттуда слушайте не просто рвут рынок они рвут рынок они продают много ну больше всего то есть последние 10 лет если посмотреть статистику по продаже самолетов general aviation cyrus всегда номер один и в этом году cyrus тоже номер один и как правило он продает больше самолетов чем остальные компании вместе взяты одно из самых вообще самых важных достоинств этого самолета он красив он реально красив то есть у него формы но он бросается в линейке на каждое на каждой стоянке в каждом аэропорту он именно ощущается он очень очень красив ребята очень четко очень четко вошли в рынок то есть по по сути честно говоря все самолеты которые были в начале в конце 90-х на рынке это уже бичкрафт банан за допустим цесны 182 172 206 или пайпер это все-таки уже были как бы немножко возрастные машины он умудрился свой недостаток превратить в огромные в огромный плюс просто в колоссальный плюс и на самом деле я тоже как первое время с к этому самолету немножко смотрел настороженно он достаточно ну немного строгий нельзя сказать что он сложный самолет но все-таки немножко уже это как бы high performance aircraft то есть он сложный и когда ребята его сконструировали проходили сертификацию этот самолет оказался чтобы вывести его из штопора ну крайне тяжело то есть настолько тяжело что самолет не проходил по условиям сертификации первое что как бы было сделано на крыле появился вот этот зуб этот зуб был сделан для того чтобы здесь срыв потока происходил раньше чем в корне крыла соответственно вибрации на элероне происходили достаточно сильно предупреждала пилота об этом и но все равно он не проходил условия сертификации и тут они что сделали они установили здесь спас систему то есть cyrus sr будет эта модификация 20 или 22 продается это стандартная базовая конди комплектация спас система с одной стороны это была большая хитрость почему потому что самолет который имеет спас систему по правилам фай не обязан проходить сертификационную проверку на сваливание выход из штопора и этим они обошли как бы правило колоссальное количество я не хочу врать по статистике по моему около 50 или 70 случаев когда люди использовали эту парашютную систему если парашют раскрылся вовремя то все всегда выходят своими ногами из самолета и приземлялись сама парашютная система она находится здесь здесь находится ну как бы непосредственно весь этот блок который оснащен ракетой он оснащен парашютом то есть принципе происходит следующее сначала выстреливает ракета она тут выбивает окно и вытягивает за собой парашют и дальше по на самолет как бы зависает на стропах и приземляется самом деле стропы проходят вот здесь вот по низу и их не видно но они замаскированы следующим образом что выскакивают такие ленты и точка крепления находится сзади и впереди самолет и самолет самолет приземляется у этих самолетов есть огромное количество фанатов и во многих клубах и вот прилетаешь и самое главное что практически на всех аэродромах они существуют и существует чуть ли уже не толпами эти самолет так вот принцип следующего что скажем так наверное назовем это культуры использования спас системы цирус всячески не то что там рекомендует а именно настоя настоятельное требование что при любой ситуации если ваша высота превышает 500 футов это порядка 170 метров вы должны при любой аварийной ситуации воспользоваться парашютной системой и это гарантирует вам выживание я даже не знаю как это дальше комментировать слушайте ну действительно эта система самый распространенный самолет в мире оснащен системы той которая спасает жизни и ребята вы молодцы в начале 2000 года появилась эта модель она вышла в двух версиях sr-20 sr-22 sr-20 это машина с 200 сильно она как бы она гиперэкономная но она и не очень быстро но в принципе оптимальный самолету цирус я считаю что все таки это sr-22 они бывают версии правда turbo и и нон turbo то есть это уже как бы от задач кому что надо вот нас сейчас есть sr-22 с атмосферным двигателем я кстати вот буквально не недавно тоже брал такой самолет на прокат и летал на нем в сша мы взяли этот цирус на прокат здесь в аэропорту ваннойс час проката это сухой без топлива стоит 220 долларов в принципе можно было поступить в последующей процедуре отлетать чекрайт с пилотом просто продает здесь попросили около трех часов отлетать с инструктором и после этого можно брать самолет и летать на самостоятельно куда хочешь с точки зрения что три часа готовится как бы эту процедуру выполнять неохота мы берем самолет вместе с инструктором потому что интересно слетать в даунтаун лос-анджелеса посмотреть что это и как но вернемся назад для чего в первую очередь требования страховых компаний потому что инструктор должен убедиться в вашей квалификации если вы взяли самолет на прокат он должен и он как бы подписывает это собственно потом вы вносите страховой полюс этого самолета и вы будете но не вы будете отвечать случае какого-то аварии или поломки этого самолета уже страховая компания возместить владельца все необходимые затраты что это это цельнокомпозитный самолет то есть он сделан из стекловолокна по факту только наверно моторам она металлическая вся остальная структура в том числе и лонжерная лонжерон все сделано из стекловолокна в цирусе за 20 лет по факту было два серьезных изменения первое это между generation 2 который у нас здесь и generation 3 было изменен установлен карбонов лонжерон то есть на сегодняшний день уже в них идет угольный лонжерон по сути это дало только одно это облегчило самолет порядка 40 килограмм и это наверное единственное преимущество дальше в sr generation 3 то есть sr-22 generation 3 более высокие стойки шасси кстати шасси здесь действительно они не убирающиеся но самое интересное что они являются элементом безопасности шасси было рассчитано что при аварийной посадке когда на парашюте происходит они именно смягчают удар то есть они берут на себя основную нагрузку за счет того что разъезжает лыжа разъезжается и смягчает удар в том числе еще под сидушкой установлен специальный сотовый материал который в случае тоже жесткого удара он должен смягчить как бы ну компрессию вот это вот то есть удар и удар на человека находится внутри следующий из элементов безопасности это фактически первый самолет на котором появились ремни безопасности то есть сейчас это уже можно встретить на многих самолетах но первыми начали устанавливать именно компания цирус преимущество наверное все таки что можно добиться более чистых форм с другой стороны тот же металлический муни умудряется летать с такой же скоростью как даже быстрее быстрее цируса но при этом он металлический это красивые чистые линии и у нас нет каких-то склепанных швов это тоже добавляет аэродинамического качества самолет да наверное все таки дешевле потому что если подобные профили создавать из металла это колоссальные трудозатраты и изготовление подобного крыла из металла просто будет дороже цирус практически не ремонтом пригодны то есть не идет речь в случае там ну самолета но если какое-то повреждение и металлический самолет где-то грубо зацепили крылом и это не привело к разрушению силовой структуры что очень часто металлические самолеты можно ремонтировать то есть ну не говорится там как рихтовать битый автомобиль а в общем-то заменить какие-то элементы то есть при опять же соблюдении определенных технологий которые уже выработаны годами там десятилетиями и есть как бы производители они пишут четкие рекомендации конечно цирус в этом плане практически не рент не не ремонт напрягоден то есть где-то зарулив на нем там случайно в ангар в самолете придется менять покупать кит по замене фактически планера что съест его экономическую целесообразность то есть если сейчас врезать молотком хвостовую часть мы прощаемся с планером ну я думаю что с большой вероятностью да рыночная стоимость sr-22 ну если мы говорим о новом сейчас именно с generation six очень много уже на ворота в автомобилях из последнего что они умудрились сделать они даже сделали приложение для айфона которое вы можете зайти и дома посмотреть сколько у вас топлива в самолете сколько дайс жидкости какая зарядка аккумулятора диодные лампы фары и даже вот как автомобилях открытие это еще в старой версии нужно открывать ну уже по старинке нажимая кнопку вот так вот дверь которая действительно очень красивая в generation six это делается просто брелком как автомобилем то есть приблизительно как на тесле model x вы нажимаете кнопку не открывается 2 интересная тоже такая диодная габаритные огни установлены в новом церусе уже такая интересная кстати еще что из наворотов у ну как бы так скажем из опции нового церуса здесь установлен ключ дистанционного как на автомобиле то есть вы подходите и как бы с брелка просто его открываете так по поводу технических это полноценный четырехместный самолет который в состоянии допустим четырьмя человеками полететь на тысячу километров а с тремя человеками на борту улететь спокойно до полторы тысячи километров среднем круизная скорость его за 300 километров в час то есть эта скорость будет 300 350 километров в час то есть зависимости от режима на нем можно летать при этом он расходует порядка на 50 литров топлива это быстрая машина и в общем то с точки зрения там и экономической целесообразности вот затрат на дает большой комфорт и самое главное она действительно дает комфорт то есть его конек вот много коньков и инновации технологии и и комфорт и вот это вот автомобильная философия исполнения новый циру стоит больно говорить почти миллион долларов то есть цена его приближается уже к этому то есть базовая комплектация но она уже уходит за 600 тысяч долларов но в итоге как бы вы не старались сэкономить за новый самолета до придется отдать почти 900 тысяч но при этом если накидывать опции которых здесь немыслимое количество то есть дистанционное приложение дистанционные ключи камеры инфракрасные камеры когда вы можете наблюдать и допустим на неосвещенную полосу заходите смотреть все это на экранах да она легко может приблизиться к миллион долларов даже чуть-чуть перевалить за и если мы говорим о о рынке наверное самое дешевое с чего начинается цирус это двухтысячных начала двухтысячных годов это наверно все-таки от 150 тысяч долларов то есть 150 200 тысяч долларов уже можно в принципе в эти деньги взять хороший самолет то есть как бы летающий самолет и в хорошем состоянии мы тот который ну совершенно спокойно и сразу сходу можно эксплуатировать а дальше все только вверх то есть если это самолет с турбиной он дороже если самолет с системой антиобледенения которая здесь установлена здесь жидкостная система антиобледенения установлен на поверхностях и электрический винт он еще дороже при всем при этом их огромное приложение количество предложения на рынке и в общем то в любом ценовом сегменте можно найти себе хороший вариант тоже из особенности очень удобная посадка да то есть надо зайти по ступеньке на крыло но вот именно вот эта форма двери она крайне ну комфортно вот для посадки то есть даже для моего роста радиостанции gps garmin stack автопилот то есть это как будет базовая комплектация этого самолета для 2000 года вообще революционно и здоровской сайт stick то есть то что штурм как бы фактически это не ручка не штурвал она расположена под руку то естественно справа пилота справа слева у командира с левой стороны то есть вот управляя самолетом здесь удобно ложится на подлокотник ну и можно вот управлять заходить на на посадке дальше здесь установлен винт изменяемого шага но при этом если вы обратите внимание одна ручка потому что они сделали следующий образ автомат который автоматически компенсирует зависимости от мощности которого там степень газа назовем так простым языком выдаете соответственно он выставляет угол винта тот который необходим на этом режиме опять же чек-лист на этом самолете можно пройти прямо вот здесь то есть не пользуясь бумажной он находится здесь меню его можно будет один из основных элементов это вот этот волшебный волшебная ручка второй жизни то есть на взлете и необходимо то есть мы перед взлетом его расчековываем то есть вынимается чека вот она кстати по правилам все ее кладут сюда устанавливается вот так вот и вот в таком положении мы должны взлетать то есть дальше один из основных ну как бы железных правил которые требуют от владельцев цируса что если любой отказ произошел конечно на высоте до 500 футов то вы должны совершать аварийную посадку где-то и и ища место допустим приземлиться если отказ происходит свыше 500 метров то есть что делается самолет опускается как бы он выравнивается делается в этот момент дросселируется двигатель и потом двумя руками с усилием написано 45 паундов это порядка на 20 килограмм надо со всей силы дернуть эту ручку и эта система активирует но эта ручка уже активирует систему если высота произошла допустим там не знаю на 5 на 10 тысячах футов прошел отказ то рекомендуется до 2000 футов все-таки принимать решение что вы делаете вы принимаем вы ищите площадку возможно вы находитесь над аэродромом или там вы сможете запустить двигатель и лишить свою проблему если до высоты 2000 футов это порядка там 650 метров вы не смогли найти решение этой проблемы однозначно активируйте парашютную систему эта система спасает жизнь и в общем то по сути надо надо в первую очередь спасать свою жизнь не спасает там самолет это важно свою жизнь жизнь пассажиров которые здесь находятся из минусов но опять самолет практически то есть он не восстановим то есть целесообразности восстанавливать самолет после активации системы нового спасения ее нет но и в любом случае это согласовывается потом ремонт компания cyrus и ценник будет ну он не будет иметь дешевле будет купить новый самолет чем восстановить и восстановить это самое главное спасет жизнь все самолеты застрахованы и cyrus просто имеет страховку кстати единственно тоже особенность cyrus за это страховые компании как правило владельцев cyrus обязывают проходить специальные тренинги тренинги по безопасности по всему потому что чтобы не скажем так совсем не опытные пилоты не покупали этот самолет страховали если что его сажали аварийно потом получали страховки покупали следующие все поэтому если у вас нету ну ты специального тренинга на него то тариф просто страховой компании у вас будет слишком высок если вы будете проходить каждый год как бы тренинг подготовки безопасности полетов то страховка будет носить как бы достаточно ну в гуманные средства есть примерная цифра у нас очень примерно ну я думаю что две-три тысячи то есть на других самолетах это дешевле сколько ну я думаю на цесну но налет на болибу допустим можно вложиться в тысячу спокойно самое главное cyrus продолжает как бы делать и удивлять нас они выпустили vision jet и этот самолет уже продается пять лет на рынке это single single engine 1 двигательный реактивный самолет в первую очередь его философия была и они это позиционируют для людей которые владельцы цирусов которые уже выросли и хотят летать быстрее дальше летать на герметичных самолетах они выпустили самолет vision jet очень прикольный самолет честно скажу он конечно так своеобразный внешность скажем так от прекрасного до ужасного где-то вот смотря с какой стороны на него ну по крайней мере по моему мнению посмотреть но он потрясающий внутри он крайне комфортабельный и самое главное это первый реактивный business jet оснащенный системы спасения которые точно также вы можете активировать и и приземлиться в случае аварийной ситуации здесь установлена как раз парашютная система vision jet а если отсюда происходит случай как на эсер-22 вылетает ракета которая ну скажем открывается эта крышка выливая вылетает ракета который вытягивает парашют сейчас уже компания garmin стала устанавливать на модели с девятнадцатого года так называемую кнопку автоматической посадки что если пилоту стало плохо пассажир может прийти нажать кнопку самолет сам связывается с диспетчером сам выбирает аэродром сам получает информацию о погоде где лучше всего приземлиться и полностью летит на аэродром выпускает шасси приземляется останавливается на полосе и выключает двигатель месяц назад произошла но это не авария это скажем так позовем проблема никто не погиб но один из vision jet of загорелся и он сгорел на сегодняшний момент оказалось буквально мелочь это было связано с блоком интертеймента и блок усилителя наушников и микро наушник и микрофонов в нем произошло замыкание предохранитель не отработал самолет сгорел конечно такое как раз печальная зрелище стоимость vision jet of 2 миллиона 200 долларов я ошибся до 2 миллиона 200 тысяч долларов да в нем есть определенные нюансы наверное все таки в первую очередь это самолет автоматически то есть если вы такой драйвер и вы хотите летать на 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 руке назовем его так все-таки cyrus sr-22 больше предназначен под вся все заточено в нем вот эта система автоматизации автопилота и летать именно автоматически и в том числе это и сделает для него вот его успешным на рынке потому что вы можете перемещаться на большие расстояния не сильно при этом уставая то есть сидя в комфортном сидушке вы нажали нажали автопилот и самолет полностью выполняет все современные автопилот загрузив даже инструментальные заходы полностью могут почти в автоматическом режиме выполнить заход ну разве что посадить вам придется его уже руками плюс спасательная система и мне нравится этот самолет ты рассказывал про то что новые самолеты никто покупать не спешит как только этот самолет вообще вышел на рынок на самом деле когда он вышел этот самолет на рынок он был да я понимаю что компания имела и это это ну это богатая компания которая в общем то ну понятно сталкивалась какими-то экономически но со старта она имела достаточно большой капитал потому что они достаточно дешево вошли на рынок то есть первоначальные цены на ср-22 который сейчас сейчас приближается к миллиону долларов ср-20 стоил в районе 220 тысяч а ср-22 стоил порядка 250 270 тысяч то есть да они вошли очень дешево в рынок да и в первый момент они помимо этих всех вот его плюсов они еще как бы врывались и расталкивали локтями именитых производителей но в итоге они всех растолкали теперь снимают сливки приходите в небо летайте на таких замечательных самолетах которые окружают нас здесь на аэростаре в 210 на малибу и летайте на циусе отличный самолет красивый самолет и он доставит вам огромное удовольствие и он даст вам возможность увидеть трехмерность нашей земли увидеть насколько она интересна насколько она красива так что я владимир васильев прощаюсь с вами увидимся в следующей серии